Всем привет-привет! Вы на канале ВотГСН и у меня очень короткая новость по поводу того, что грядут ребят скидки. Скидки довольно-таки неплохие, я уже ознакомился, мне честно говоря многие вещи понравились, хотя некоторые вещи я в принципе не воспринимаю. Сейчас давайте быстренько обсудим, что конкретно разработчики выложили в виде новости, ну и соответственно попробуем это дело все проанализировать. Значит сообщили по поводу того, что сегодня с 13.00 по центральноевропейскому времени, если я не ошибаюсь, давайте сразу открываем времечком. Да, с 30 декабря с 13.00 по Ц, центральноевропейское время, если товарищи вы в Европе находитесь. Так вот ребят, выложили новость по поводу того, что будут скидки на исследуемую технику, что будут скидки на покупку премиумной техники, но имеется ввиду та техника, которая находится непосредственно в ветках развития. И кстати ребят, на танчики из веток развития, на премиумные, на все у меня есть честные обзоры, ну и соответственно заходите, смотрите, я думаю вам будет полезно. Скидки 50% от техники и в топ, скидки на премиализацию, вот здесь уже ребят вопрос такой, знаете, очень щепетильный, к нему мы сейчас вернемся. Скидки на слоты в ангаре, кстати для тех ребят, у которых слотов не так уж и много, в целом довольно неплохое предложение. За 805 слотов это, ну да, нормально, выгодно, поэтому я бы советовал взять, если голдишка есть. Хотя с другой стороны, в последнее время довольно часто выпадают из каких-то там коробочек и так далее. Напишите кстати в комментах, кто часто получает слоты в ангар, благодаря там вот какой-нибудь халяве, в частности я имею ввиду контейнеры за рекламу там, либо ивентные контейнеры. Ну короче говоря, из вот таких вот наших приколов, а не покупают за голду. Скидку на обучение экипажа, ну короче говоря, вот это вот все должно быть. Возвращаемся к теме премиализации техники. Постоянная премиализация 70%, ну минус 70% или минус 70%, даже не знаю. Наверное все-таки это просто типа за 70% можно премиализировать. Скорее всего это просто дефис, глядя на вот это все. 70% много это или мало? Я честно говоря затрудняюсь ответить, почему? Потому что премиализацией я никогда не занимался, и сейчас я сейчас объясню почему. Значит берем технику 8 уровня, которую можно типа премиализировать. На примере, допустим, любимого мною борща. Машинка действительно прикольная, мне очень нравится на нем отыгрывать порой. Очень редко, но нравится. Теперь смотрим, чего нам будет стоить его премиализировать. И что в принципе дает премиализация? 2300 голды за премиализацию. Но ребят, не спешите радоваться, 2300 это за временную, на 14 дней, ребятушки. А если постоянная, то 15 тысяч золота. 15 тысяч. Это всего лишь для того, чтобы борщ приносил на 60% больше кредитов. Я не знаю, честно говоря, зачем такая дорогая премиализация в игре. За 15 косарей золота можно вполне спокойно, без вот новогоднего аукциона, без ничего. Вот просто в магазине порой появляются танки 8 уровня, премиумные, хорошие, нормально фармищие. И реально можно взять себе 2, 2, ребят, прем танка за стоимость премиализации машины, которая у тебя и так есть. И которая будет приносить тебе на 60% больше серебро. Ну не знаю, ребят, предложение, честно говоря, такое себе. Именно поэтому я премиализацией никогда не занимался. И даже если посчитать, что такое 70% от 15 тысяч, то все равно выходит так, что ты можешь себе взять 2, я не знаю, там, машины, 8 и 7, допустим, за получившуюся сумму. А если повезет, то 2 восьмерки. А если все будет совсем круто, то можешь даже взять порой себе, там, ну, за 15 косарей голды точно можно взять себе, допустим, там, десятку премиумную на новогоднем аукционе. И это все равно будет круче и интереснее, чем премиализировать того же борща. Если мы посмотрим не на примере борща, а на примере, допустим, там, ну, давайте возьмем кого-нибудь из советской техники, да, вот, допустим, вам очень сильно нравится ИС-3. И вы хотели бы на нем играть, как на прем-танке, то вам премиализация, ребятам, обойдется все равно, ну, немало, 13700. Поэтому, о чем говорю, дешевой премиализации нет. И даже 70% от суммы премиализации какого-то из танков, ребят, ну, все равно будет довольно-таки кусать вашу золотую копилку. Поэтому премиализировать или нет, безусловно, дело за вами. Что хотел бы еще, ребят, сказать? Еще хотел бы сказать маленький нюансик. Меня очень часто спрашивают в комментариях по поводу того, что такое центральное европейское время и как понять, а сколько это у меня конкретно там в стране или в городе. Ну, ребятки, вот я вдобавок к своему видео в описании положу вот эту вот ссылочку. По этой ссылочке вы можете попасть на сайт, на котором есть переведение времени с центральноевропейского, вообще с любого времени на любое время. Как пользоваться? Вот здесь вот сверху нажимаете на конвертер времени. Переходите в самое начало. Вот здесь английскими буквами вбиваете себе CET. Выбираете центральное европейское время. И, допустим, вы находитесь, ну, не знаю, там, в Риге, допустим, вы сейчас по какой-то причине находитесь или живете там Рига. Рига, Латвия. Выбираете. И вот смотрите, что по центральноевропейскому времени будет 9 часов утра в пятнице. А по Риге это 10 часов той же самой пятницы и так далее. И вот таким образом, ребят, вы всегда будете знать, когда будет происходить какое-либо событие в игре, если оно привязано к центральноевропейскому времени. И опустившись чуть ниже по ссылочке, точнее не по ссылочке, а по страничке, простите, вниз, вы можете увидеть любое время. То есть вам не обязательно его сюда вводить. Оно просто показывает ваше какое-то базовое время, да. Ну и вот, соответственно, здесь вы можете посмотреть, если у вас, не знаю, там, какой-нибудь прямой эфир на канале Wargaming, связанный с подарочками, происходит в 17.00 по центральноевропейскому времени, то если вы в Риге, то в 18.00. Короче говоря, сайт простой, но я бы сказал, не знаю, как табурет. Даже, наверное, проще, наверное, как просто с задницей на полу сидеть. Я думаю, все разберутся, даже детвора, которым лет по 8-10, смогут провернуть это. Ещё раз напомню, конвертер времени, там выбираете себе на английском бьёте CET, ну а на русском языке бьёте себе название города, в котором вы находитесь. Вот как-то приблизительно, ребятушки, так выглядит новость, которую я хотел выложить, и которую я хотел с вами поделиться. Всем же желаю получать удовольствие, тратить на то, на что надо. Ну и, соответственно, ребят, фаньтесь в игре, именно для этого она создана. Если вы за честность обзоров, подписывайтесь на мой канал, сделайте мне приятно, буду вам безумно благодарен. Ну и, соответственно, смотрите мои честные обзоры на технику и товары в магазине. Всех благ, ребятушки, мира вам и обязательно спокойствия. Пока-пока!